ТВ-Экстра представляет Добрый день, дорогие мои! Сегодня я рад приветствовать вас и телекомпанию Экстра ТВ в своей обители. То есть у себя дома. Оно не в Москве, а в деревне, которая находится недалеко от Суздали. Это моя обитель. Вот решили о каких-то серьезных вещах, хотя, я думаю, все лекции, которые были до этого, тоже не о мелочах, поговорить здесь. Сегодня у нас с вами тема для нашей с вами дискуссии. Вы помните, да, что мы ничего не обсуждаем, мы никого не осуждаем. Поэтому я просто предлагаю вам те знания, которые даровали мне. Знания сначала – это всегда информация. Чем отличается информация от знания? Информация – это то, что вам сказали, то, что вы услышали, то, что вы прочитали в книгах. Знания – это тогда, когда, как вы прочитали, как вы почувствовали, как вы услышали, вы начинаете так жить. Вот тогда эта информация становится вашим знанием. Так вот, я делюсь с вами знанием, потому что информацией передатчиков много, толку мало. Я надеюсь, у нас с вами толк будет. Итак, тема сегодняшней нашей с вами беседы судьба – это данность или это инструмент эволюции. Наверное, еще год назад я бы вам говорил совершенно другие слова на эту тему. Услышьте и почувствуйте знания, которые не находятся в движении, мертво. Даже великое учение живой этики. Учитель мне всегда говорил, Олег, бесполезно пересказывать учения. Кто захочет, может взять книжку и прочитать. Учение дается для того, чтобы, попадая в сердце, оно трансформировалось в дела той действительности, того времени и пространства, в котором вы пребываете. На этом построены все мои фильмы. На этом построены все мои знания. Вот еще раз говорю, два года назад на эту тему я говорил бы по-другому. Но все идет, все изменяется. Если ты, конечно, умеешь слышать, умеешь чувствовать. Как сказал Иисус, придет время, и муравей гонцом станет. Сейчас эта тема в сфере того, что обозначено и на Экстра-ТВ это сейчас показывается. Вот такое понятие эпоха Матери Мира нас с вами ждет. Мы сейчас с вами в нее вплываем. Все эволюционные переходы, они не резки, незначительны. Вернее, они значительны, но не видны на первый глаз. Это не происходит вот так. Эволюция – это не революция. Эволюция мыслит категориями веков, тысячелетий, а не десятилетий. Поэтому переход в эту эпоху Матери Мира, он тоже будет плавным. Ну, при одном условии, если мы допустим. Потому что у человека, имеющего право выбора, есть право выбора нажать на кнопку. И на этом все закончится. С точки зрения эволюции планеты, с точки зрения эволюции иерархии света, с точки зрения эволюции жизни, нам только помогают. Помешать можем только мы сами. Многие понятия, многие состояния в духе, в духах природы, в качествах передаваемой информации элементалами времени, пространства, царствами, животными, растительными. В этот план входят значительно быстрее. Ибо они не имеют отвратительного, противоречащего сознания. Они не сопротивляются. Они просто двигаются вместе с нашей планетой. У человека это есть. Он может себе этого позволить. Поэтому переход в эту эпоху будет замедливаться. Посредством очень многих причин. Я имею в виду, переход в эпоху Матери Мира, сознания человека. Оно будет замедливаться. Всеми возможными и невозможными способами. Поэтому я попытаюсь до вас донести вот это понятие. Что же такое сейчас? Именно сейчас. Судьба. Это данность? Или это все-таки инструмент эволюции? Имеет огромное значение точка зрения. С какой точки вы будете слушать и смотреть? Не напрягайте голову, пожалуйста. Просто слушайте, постарайтесь сердцем, кто знает как. Не отвлекайтесь, не торопитесь с выводами. Еще раз говорю. Эволюция штука поступательная. Сначала вдохните. Поживите с этим какое-то время. А потом я с радостью отвечу на ваши вопросы. Вопрос номер один. Мне его задают довольно часто. Прописано ли в книге Великой Жизни Всевидящего Творца вся история воплощения человека с рождения и до ухода? Именно ухода. Ибо смерти нет. Я предлагаю вам на все, что вы видите, слышите. Вот с этого момента. Включая эту лекцию. Перенестись. Из земли чуть повыше. Как можно выше. Поставить себе рамку хотя бы на миллион лет. И все, что вы будете слышать и видеть сейчас и в дальнейшем в своей жизни, оценивайте и соизмеряйте вот с этой высоты, а не вот так вот лоб в лоб с 20 сантиметров. Очень трудно что-то увидеть. Как у Экзюпери есть такая фраза. Большое видится на расстоянии. Это из маленького принца. Сразу хочу сказать, конечно, намерение. То есть, когда созидается форма или дается тело, намерение у Творца есть. Примерно как это должно происходить. Дальше, посредством вашей свободы воли выбора, это творчество абсолютное. Творчество – это не писать стихи, картины, а музыку, слагать афоризмы. Творчество – это дыхание. Вот один из дорогих мне людей на этой планете Земля, он токарь. Он занимается с металлом. И когда я ему об этом сказал, он говорит, ну я же просто рабочий человек. Я же вот, я говорю, ну ты любишь свою работу? Он говорит, очень. Я говорю, тогда каждая гаечка, которая выходит из твоих рук, это элемент создания Творца. Это творчество. И если исходить из этого, то судьба – это, скорее всего, инструмент эволюции. То есть, то, что с вами происходит, то, что вы переживаете, то, во что вы верите. Есть некая сформированная данность вашего личного опыта жизни нога. Но это не значит, что не бывает по-другому. И вот когда посредством какого-то устремления, движения, желания знать, чувствовать, видеть, меняться, именно устремления происходит пересмотр? Навигатор, вдруг, ваших каждодневных дел, поступков, суждений, ваша судьба меняется. Это вы знаете, как навигатор. У кого есть автомобиль, они знают, что такое навигатор. Когда вы говорите или обозначаете пункт назначения, вам навигатор говорит – маршрут проложен. Так вот, у Творца на вас маршрут проложен. Но он же и создал целую вселенную энергии, позволяющие корректировать пространство и пути для того, чтобы эволюционировать самому. И дал нам свободу воли и свободу выбора. Большинство религий говорит, что ее нет. Это иллюзия. Иллюзия, иллюзия, что они говорят. Если нет свободы выбора, о какой эволюции вообще может идти речь? Ну, если у вас нет свободы, если все предопределено, в чем вы будете изменяться, аж самое главное – какой смысл? Повторять, повторять, повторять и повторять многократное количество воплощений, перевоплощений, переходов планетарных, переходов космических, путешествия в звездах – не предполагает одной простой прямой. Судьба – это всегда коридор. Да, он есть, но и он может быть изменен посредством вашей свободы воли и свободы вашего выбора. Судьба – это инструмент, который исходит из того, что вы уже успели натворить в этой жизни, чему вы научились или чему вы не научились, использовали ли вы во благо то, что вам было дано? Объясню, что такое благо для меня. Благо – это энергия созидающая. Вот все, что созидает жизнь, все, что эту жизнь наполняет радостью, гармонией – это благо. В том числе и всеобщее благо. Все, что благом не является, является разрушающим. Так вот, все, что вам было дадено до сегодняшнего дня, использовано ли было вами во благо или нет, это тоже учитывается. Также к этому прикрепляется история из вашей бесконечной жизни, то есть предыдущих ваших воплощений. Для вновь воплотившихся на Земле я беру последние лет 300. Значение имеет воплощение только на данной планете, в данной действительности. Другие не учитываются. Потому что большинство зарождалось совсем не здесь. А здесь проходило только какой-то путь, и потом по определенным моментам, в том числе и кармическим, возвращалось сюда на Землю. В Тибете есть монастыри, где человек проводит целую жизнь в молитве, только чтобы больше на Земле не воплощаться. Глупость, конечно, полная, но это данность. Так вот, когда вы посредством знания, воли, меняете свое решение, захотели осудить, не сделали этого почему-то, ваш этот навигатор, потому что он нас никогда не бросит, в отличие от нас, высшие своих не бросают. Через какое-то время он подумает и скажет, маршрут перестроен, да, вы пойдете уже по другому пути, да, много чего изменится, вам обязательно дадут время это осознать. Но если вы это время примете, мы же все время куда-то спешим, мы же все время торопимся, мы все время не... Нам все время что-то нужно. Я говорил в прошлой лекции, не надо ничего придумывать. Все на самом деле просто как апельсин. Вот почувствовали, что запутались. немножко засуетились. Остановитесь. Не надо в этот момент мыслить. Сделайте вдох. Сделайте выдох. Поверьте мне, иногда это спасает жизнь. Меня как-то спросили, что является мерилом оценки поступка другого человека. Ну, вот предположим, да, ко мне там в семье относятся так-то, или там обо мне думают как-то вот так-то. А вот я вот думаю, что вот так-то. А запомните раз навсегда. Кем бы вы ни были, кто бы вы ни были, мерилом всего, в том числе и собственных оценок, являетесь вы сами. Без, это я говорил в лекции о внутреннем и внешнем, все процессы преображения, пробуждения, они начинаются внутри, из внутренней потребности человека измениться. если этого импульса не будет, вы можете сколько угодно менять декораций. Я таких беглецов насмотрелся в своей жизни очень много. Кто-то бежит в горы, кто-то бежит в лес, кто-то скрывается в пучинах морских, они думают, они путешествуют, или развлекаются, или отвлекают себя от. если посмотреть с другой стороны, можно и в горы сходить с великой миссией и в море поплавать с огромной радостью, и в лесах пожить, получив огромные знания. Все решает во имя чего. Вот у меня был такой знакомый, по-моему, 17 раз был на Эльбрусе. В семье полный бардак. Назвать эти отношения между мужчиной, и женщиной, и детьми дисгармоничными это ничего не сказать. Вот наругаются, набесятся, накрутятся, он бегом в рюкзак и бегом на Эльбрус. Типа, я ушел в горы. Возвращается, его хватало там на недельку, на две, а потом все по-новой. Я ему говорю, Валя, ты не уходишь в горы, ты убегаешь туда. Неизменение внешней среды не обеспечит вот этого изменения сознания, а значит и коррекцию вашей судьбы. Есть такое понятие круги сансары. К нему тоже можно по-разному относиться. но круг это структура замкнутая и тут не надо ничего придумывать. Нарисуйте, увидите. А наша с вами судьба предполагает спираль, спираль эволюции. Да, в какой-то момент, если смотреть не в трехмерном, да, а в пятимерном, в семимерном пространстве, вот эта вот разница поднимания, она как бы может вызвать оптический эффект соприкосновения. Да, вот точечка, вы пошли и вроде бы вы вот на эту точечку так как бы и встаете. Но если изменить пространство, то вы увидите, что вы уже над этой точечкой. если смотреть в плоскости, то вы ходите по кругу. Но если смотреть в объеме, то вы поднимаетесь. Вот судьба это инструмент спирали эволюции. Она корректируется. Уповать на то, вот это тоже из категории, что типа париться, когда на все воля Божья. Господи, откуда вам известна его воля? Вот это у меня всегда был вопрос ко всем, кто, так сказать, это проповедует. Убили воля Божья, изнасиловали воля Божья. Родился нездоровый ребенок. Воля Божья, ребята, что такое для нас с вами Бог? Вот у меня вопрос. Дедушка, в кресле сидящий, так сказать, экзерсирующий своими желаниями или это высший свет бесконечного роста сознания? Бесконечного. Создатель – это большой ребенок. Он для этого все и придумает, придумывает, опыт, чтобы получать опыт, чтобы создавать новые миры в разные вселенные. Почему так важна душа человека? Почему так важно дух? Он уже божественная структура. на него влияние как-то его изъять, как-то его сжечь, как-то его использовать в своих корыстных целях уже невозможно. Тело, душу – да. Но почему так важна телесная оболочка? В ней скрывается форма передачи энергии в виде индивидуальности. Этот опыт бесценен, потому что там много нюансов. Почему важна работа души? Это эмоциональная составляющая передачи той же самой информации и тот диск, на котором это записывается, тоже уникален. Наша задача сохранить все – и тело, и душу, и дух. Да, тело расставит, расформируется, но останется в виде индивидуальности как форма энергетическая. Каждый человек переходящий там себя воспринимает таким, каким бы он хотел себя видеть, но он будет себя видеть и чувствовать. Посредством духа он еще получит доступ к своим индивидуальным файлам всех своих предыдущих воплощений. Происходит коррекция, и если сохранили душу, вся эта энергия уходит в душу и воплощается куда захочет, не обязательно на землю. Поэтому воспринимать судьбу как некую кару или данность вот у меня несчастная судьба. вот кто приходит к такому выводу, сейчас ребята по телевидению идут олимпийские игры, пара олимпийских игр. Включите, посмотрите и сравните. две руки и две ноги, глаза, голова, уши, нос, да еще и выглядишь ничего. О, судьба несчастная. А можно не иметь ни рук, ни ног, но при этом быть. Быть это даже не сжить, жить чуть меньше. Вот надо стараться быть. Быть это значит пребывать в аналах вечности. еще раз говорю, ваша судьба в ваших руках для того, чтобы прийти к пониманию ее коррекции и изменения, поменяйте угол зрения. Поднимитесь выше и посмотрите на все, что вас окружает, со всем, что там происходит с другой высоты. Вы станете больше сами, вы больше сможете вместить а значит в какой-то момент и сказать отче, а не мало ли я делаю, может могу больше? Он скажет только одно, ребята, флаг в руки, переписывается все. Вы должны были уйти завтра, попав под колеса автомашины, но с такой заявкой пять секунд мне интересно, маршрут перестроен. И только так. Все качества, которые приводят нас на колесо сансары, как правило, качества инэволюционные, качества разрушительные. Любое недовольство, претензия, осуждение, предательство, даже невнимательность порой. Они из нашей спирали эволюции делают из судьбы данность. то есть вы просто будете исполнять карму, просто будете плыть по течению, ну и возмущаться. Одна из самых таких нелепых претензий, которая не позволяет корректировать судьбу. Господи, за что? Это претензия. Ребята, всегда есть за что. Если мы в теле и если мы здесь на земле, всегда есть за что. А не лучше ли, когда прижало или получили пинка или по голове сесть? Да, больно, да, неприятно, да, обидно, но сделать вдох и выдох и на приемлемом для вас языке сказать, батя, ты что имел в виду? Что ты хотел мне этим сказать? Что я должен, что я не так сделал? вам? А вот это уже другой разговор. Не гарантирую, что поймете сразу, хотя от искренности и мощи посыла ответ вы можете получить уже ночью во сне. или на следующий день от случайного прохожего, который пройдет мимо вас. Но знак вам будет даден, и вам будет знак даден такой, что он вам будет понятен. Я до сих пор поражаюсь большому количеству людей, которые получают послания из космоса, от вселенских владык, от космических и звездных флотов, от других разных. Но приходят ко мне с просьбой, чтобы я их расшифровал. Так как я тоже существо космическое. Я мог бы расшифровать, но не хочу влазить в их судьбу. Если судьбу начинать воспринимать от момента рождения, да, до какого-то промежутка времени посредством вы в детский дом попали, выросли в трудных условиях, или попали в другую компанию, попали в тюрьму, там или еще что-то, или у вас очень благополучные родители, которые вас бесконечно балуют деньгами, вы не знаете ничему цену. И вот это нет. Это только предлагаемые условия с того рюкзачка, с которым вы пришли сюда. Дальше вам дается задача с этим рюкзачком разобраться. не полениться лишний раз задать себе вопрос. Те, кому плохо бросаются в это, с катастрофическим невезением, ненавистью, агрессию, те, кому очень хорошо, с удовольствием бросаются в это. но если мы оглянемся, посмотрим на исторические примеры, когда первое, что в голову пришло Ломоносов, откуда он выбрался, откуда он вылез и кем он стал. Таких примеров масса и наоборот. люди, рожденные в семьях интеллигентных ученых высоких сословностей до чего доходят. Это было раньше, это есть сейчас. В данном случае, я думаю, слушать меня будут только те, кто этот вопрос себе уже задал. А, кто я? Вот сейчас думаю, второй, третий, как поочередности поставить. Но первый, кто я, это однозначно. Второй, это да, скорее всего, что я здесь делаю и третий пойми чего. как только встанете на этот путь, ваша судьба станет воистину в ваших руках. Во всех остальных случаях судьба это данность. или еще исполнение кармы. Ослик, когда ходит по кругу, качает воду, он же тоже что-то делает. Он же воду кому-то качает. Но при этом он был осликом, он осликом остается и будет ходить по кругу, качая воду дальше. Есть и такие варианты. Для кого приемлемо, пожалуйста, но если понимать себя существом космическим, не думать, что Божий Сын это тот, которого когда-то распяли, и он Бог. Для меня он брат, ибо я тоже Сын Божий. И каждый из вас Сын Божий. Родители, все наши связи, которые мы нарабатываем, ребята, это только часть декорации или посреднические услуги. посредники не нужны. В любой большой сделке коммерческой, которая проводится, первое, кого кидают, пытаются кинуть, это посредника. Потому что каждый владелец товара и желающий его приобрести, пытаются найти, выйти напрямую. Потому что посредники издержки, лишние траты времени, энергии, силы, здоровья. Что тоже немаловажно. Поэтому, ребят, выходите напрямую. У всех, абсолютно у всех эта возможность есть. Тут еще один аспект сейчас всплыл. Это аспект веры. То есть вы продвинетесь ровно настолько, насколько уверуете. это сказал не я, это сказал Иисус. Поверю ваше, дано будет вам. Я не верил. Сначала в одно поверил. Чуть-чуть почувствовал, ощутил, испытал в жизни. Мне, слава Богу, было на ком испытывать. на маме, на жене, на дочерях, на очень-очень-очень близких друзьях, которые не осудят. Когда понимал, как это работает, вера моя вырастала, я начинал верить в большее. За верой идет устремление. Туда поднимался, потом так же. Этот процесс, он бесконечен. Без веры никуда. На самом деле, учитель сказал, вообще, по большому счету, существует только то, во что ты веришь. Уверуете, что судьба в ваших руках. И это инструмент эволюции. И именно для этого в родственники даются самые, бывают, тяжелые кармические должники. Чтобы вы не искали их по свету, чтобы решить свои проблемы. А их дают вам вот сюда. Не надо далеко ходить. Не надо спасать мир там. Я поехал в Африку, чтобы помогать, а у самого мать больная лежит. Если вы таким образом относитесь, если вы судьбу начнете рассматривать с 500 миллиона лет или даже с миллиона лет свою, она для вас станет спиралью эволюции, а не данностью кем-то вам навязанной, вы поймете, что не все большое таковым является. Вы поймете, что в малом, казалось бы, совершенно для вас незначительном и лежит самое главное, что вы должны на этой земле сделать. В фильме Проникновение есть такая фраза «В малом иногда радости много больше положено, чем в том, что вам великим кажется». Вы понимаете, великие там диапазон восприятия действительности, а еще ни одной реальности. Я вообще про это не говорю. Я просто про нас сейчас с вами. А еще же есть параллельные. Поэтому они это, даже чтобы помочь человеку, да, представляете, какой объем информации они должны перелопатить, чтобы вам помочь нигде вам не навредив. Быстрые дела только дурные делаются. Вот реально, на любое дело в свете и терпение нужно, и вера нужна, и устремление нужно. Тогда все, тогда все, что вы будете получать, для вас будет иметь значение. Не очень мне нравится это слово. но принесет вам глубокое удовлетворение. Как говорили в свое время наши руководители, с чувством духовного удовлетворения вы будете себя ощущать. Понимаете? А это немаловажно, потому что вот именно в этом чувстве удовлетворения скрывается другое, более высокое чувство. Чувство благодати. А в благодати содержится сила. А в силе присутствует терпение. А терпение позволяет увеличить вмещение. Вы растете. Все остальное, что не растет с вами, становится маленьким, а значит, не будет иметь для вас такого значения. ваша судьба в ваших руках, ибо у вас есть выбор. Для тех, кто воспринимает или будет воспринимать судьбу как спираль эволюции, давайте о позитивном. О негативном я думаю, что вы и так уже знаете, догадываетесь, но по крайней мере я об этом говорил, вы сами уже сможете как-то понять. Есть еще один аспект, он относится к аспекту веры. он лежит вот в этой пирамиде веры и устремления. Если вы как же самоутвердитесь, вы понимаете, не обязательно, чтобы вы поверили сразу. Вот я устроил, все, теперь не получится. Слишком большой шлейфик уже тянется. Но когда-то надо себе это сказать. Я существо космическое, я существо божественное. И хоть на столечко вот в это поверить. Вот на столечко. А дальше, ребята, к вам подтянутся совершенно другие истории. вот все, что вы видите за моей спиной на моем алтаре, это не иконы. Это не лики святых. Это мои соратники. Это мои сотрудники, с которыми я работаю, тружусь каждый Божий день. Тех, кто помогают, помочь могут только тогда, когда вы готовы будете их услышать. Их невозможно услышать, только посылая молитвы и зова о помощи. Нет, это осознанное, служение. Как мне сказал учитель, с чего все началось, он говорит, Олег, нам не нужно поклонения. Олег, нам не нужны ваши жертвы и даже молитвы. Нам нужно осознанное сотрудничество, осознанное служение. Сотрудники нам нужны, они просители, умолятели и тому подобное их выше крыши. Да, это просто символы для многих. Для многих это просто картинки наклеенные на картон. Когда вы берете лик, первое, нужно представиться, назвать своими фамилией и подождать, последует ли ответ. Ответ не последователь, не последовал и не последует, сразу вам говорю. Когда вам не с кем поговорить в этой физической действительности, у вас уже есть соратник. Там только соратники, там врагов нет, все враги здесь. И первый враг это вы сами, естественно. Разговаривайте, разговаривайте, возносите молитвы, но не молитвы просительные, спасите, помогите, измените, они богорады помочь, но сам-то ты что делаешь в этом смысле. Они имеют права, понимаете? Они могут помочь только в той степени, в которой позволяют великие космические законы, которые нам неведомы. Понимаете? Значит, их привлекать и призывать можно к делам великим, большим, созидающим жизнь. Вот тогда, когда-нибудь настанет такой момент, и вы услышите. Здравствуй, брат мой, это я. Мы никогда не бываем одинокими. Вы понимаете? Не использовать такую махину для эволюции своего сознания, для изменения данной действительности в божественное явление любви, радости и света. Ну, ребята, разве это не глупость? Но для того, чтобы к этому прийти, нужно начинать то, с чего я вам уже сказал. Задать себе эти три вопроса. А уж если у вас уже есть какие-то благодетели небесные, какие-то созидатели, с которыми вы работаете, прекращайте просить, а начинайте делать. Это большая моя к вам просьба. Вырастите вы, вырастут они, и благодарность, которую вы заслужите, будет безмерна. поверьте мне. С Богом! С Богом!